Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! С вами Владислав Чижиков и Кирилл Широков, и мы продолжаем нашу рубрику «Необычные шахматные идеи». И вот вам всем понравился, я надеюсь, наш второй выпуск про то, как Грещук бежал всем своим королем через орду вражеских фигур. И сегодня мы вам покажем не менее интересную партию. Естественно, не будем углубляться в ее тонкости. Покажем вам партию с большим количеством ферзей на доске и с большим количеством идей. Ну а на этом передаю слово Владиславу. Да, я всех приветствую, и на этот раз у нас уже не сицианская защита, а тренингинская. Да, интересная атака, там же ребята тоже можно начудить так, что мало не покажется никому. В принципе, в любом дебюте можно начудить, но, наверное, дебюты более активные, они больше этому способствуют. Ну и салендийская защита, говорит, острый, активный. То есть черные стараются играть на строгу, я даже сказал, на победу, на атаку. Ну и достаточно известная здесь идея, продемонстрировали белые в дебюте перевод коня на Д3 для того, чтобы С5 провести. Ну а черные, в свою очередь, разрешают это сделать, но взамен хотят постараться что-то придумать на королевском фланге. Ну и план, связанный с H5, G5, G4, конечно, здесь, наверное, чуть ли не единственный навал. Ну, в общем-то, все происходит, обычная позиция черная, на которой... Ну, вообще, кто играет... Да, кто играет в стрельдиску, я думаю, ничего сверхнового для себя здесь. В плане, по крайней мере, может, конкретные ходы, их удивят, да, или как бы... Ну, вот, сама идея провести G4 тоже известна, идея провести G5 тоже, ну и, соответственно, в дальнейшем бороться за инициативу на том участке доски где-то сильнее, все это знают. Не знаю, каждый ход тяжело комментировать. Слон F8, это, конечно, да. Ладей освободили пункт G7. Да, ну, на D6 там, в некоторых позициях мы... Кстати, здесь выглядит странно, вот если здесь сломный ход, он пошел, то мы там иници-5 бы напали. Вот, но здесь, видимо, по принципу, что план все равно нужно проводить. Ну, а белый, кстати, первую часть партии, когда я смотрел в более медленном режиме, мне показалось, что он выходит очень хорошо. Аж 3 ход не знаю, нужен, не нужен. Может быть, и нужен. Попробую разберись. Крон вернулся на C8, чтобы G4 было легче провести. Ну, и идея перевода коня, конечно, тоже своеобразная, забавная. За черных кон прискакал на A6, чтобы G4 все-таки удалось провести. 600 мы 600 темпов потратили на это дело. Да, ну, какая разница количестве темпов. Главное, чтобы стратегический план был выполнен. Ну, а белый тоже, мне кажется, мне кажется, что не так мало хордов сделали. Они кони A2, кони B4, кубинник на C6 попасть тоже потратились. Коня C6-3 хорошо. Ну, уже видно, что на каждом из флангов, ну, как бы, у каждого на своем фланге перевес. Ну, и просто произошел конкретный размен. Открыли здесь, открыли, и не жаль. Да, и королев два, ребята. Ну, а что там стоять? Да, белые посчитали варианты. Поняли, что, возможно... Они сильно огребут. Да, опасно, опасно. Хотя A3 каким-то чудом, и хотя, конечно, белые планировали, но она определенная защитная идея имеет, да, но... Строгий ресурс, на самом деле, A3. Король, спокойно, пошел. Уход A8, честно скажу, вообще никаким мало. Ну, то есть была пешка под бой, но мы ее нет, и готовят пешку E5 защитил, да? Ну, E5-то там, всех меньше, всех меньше, самая большая слабость. Да, ну, вот я не совсем понимаю, может быть, кто-то расскажет. Ну, вообще, честно говоря, ходы, которые здесь делают... Мы, кстати, не представили тех, кто играл. Да, 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 шахматистов мы, конечно, забыли представить, но играли два гроссмейстера. Два гроссмейстера? Ну, Mosk Open, известный международный фестиваль. Я думаю, что большинство шахматистов в нем принимали участие, ну, я имею в виду, достаточно сильный, да? Ну, вот, ну, и как бы, и там много турниров под разный уровень, среди ветеранов, и любительские, и детские. Ну, и, соответственно, гроссмейстеры нашли свой турнир и стали всех участников фестиваля удивлять своей партией. Ну, конечно, Михаил, это студент из РГСУ, Москвич, вот, а ВЕСКО... Российский государственный социальный... Какой уровень растянутся? Российский государственный социальный социальный... Да, он на тот момент, вроде, или на последнем курсе учился, или даже закончил, то есть, он как выпускник, ну, вот. Вот, а соперник его, известный иностранный гроссмейстер, честно говоря, я не помню, какую... И мне-то есть подозрение, что итальянец. Ну, подозрение, может, и есть, а мне, может, кажется, что, может, и... Мне почему-то кажется, не итальянец, ну, неважно, на самом деле. Ну, вот, желающий мог бы вот его фамилию просто набрать, туда и посмотреть. Ну, 2660 для иностранных гроссмейстеров, для российских шахматистов иногда этот рейтинг не такой большой, а для иностранных, чаще всего, это очень хороший рейтинг, и конкуренция в многих европейских странах все-таки выше, чем в России, поэтому... Да, ну, давай уже поближе к партии, потому что идет 6 минут, а нас еще очень многое ожидает. У нас, я бы сказал, ожидает все основное, потому что, в принципе, все, что здесь произошло, это по 4 пешки, все по ровну, ну, позиция немножко необычная, а так ничего особенного. Ну, пешка на деле 4 пала, вот, но белые не закончили тут противопротивляться, а, мне кажется, только начали. И король, опять же, побежал туда, где сильнее белые спрятался, ну, и, соответственно, здесь, конечно, маневры, размены, чтобы пешку Е двигать, я даже не знаю, сложно все объяснить, нужно что-то делать, время интересует, качество подбой, но уже вообще никого ничего не интересует. Согласен. Ну, если качество, потом ладья на G7 уже, маска королю на G1 не ставит, поэтому, честно говоря, может быть, может быть, она и нужна. А в итоге у нас чистая ладья, да, пожалуйста. Ну, да, ну, и она атеируется, забирается на G1. На G1 забирается, да, видимо, все посчитано. Ну, вроде и посчитано, но тем временем белые пешки тоже надвигаются, честно говоря, при просмотре не понимаешь, чьи пешки вообще сильнее. Я думаю, зрители, какое же ощущение? Да, уже два ферзя. Уже новые фигуры появляются. Уже их и больше появляются. Почему-то ферз А8, не знаю, может быть, и Б8 можно, а может, и А8 лучше подальше стоит. Ну, по пару разменяли ферзей, мы решили, что этого недостаточно, и пошли новые ферзи. Да, здесь обязательно сохранить ладью и флот, чтобы без тайки станут. Ну, ничего, а вот едят еще, потом шахом ферзь. Если ферзь идет, то тогда наш не пройдет. Поэтому перекрыли тут, не знаю, сильный ли это ход, но, по крайней мере, красивый. И еще новые ферзи. Белые сразу одного уничтожили. А черный коня уничтожили, да. Я так вздумаю, какой-нибудь посильнее на C6. Эти ферзи у нас много, развались. Чупать ты мучил. А, вот так вот, да, ну, красиво, да. А почему нельзя слить, там, что мать, что-то встали. Ну, ладно, это вот загадка природы, я не понимаю, честно говоря. Может быть, какие-то ладья, там, с шахом на D8. Что происходит вообще? D5, что ли, я не знаю, но давайте оставим это на... Кто захочет, паузу нажмет, еще что-нибудь нажмет, может, на рыбку какую-нибудь. Ну, вот, но ход, не знаю, хочется съесть что-нибудь другое, на первый взгляд. И пошли шахи почему-то, да, то есть. И опять всего, обратите внимание, у черных всего лишняя пешка в Энштюне. Как, чем все обычно заканчивается. Ну, вот, ну, и здесь немножко пальцы превратились в более скучную. У черных перевес, я не сказал, что он. Возможно, он не такой большой, но играть с белыми очень тяжело. Особенно после того, что происходило до этого. Ну, и тут маневры, маневры, в такой момент спешку на D5, я так понимаю, просто съели. Жестко съели. Ну, и, соответственно, предыдущий стал выгонным. Да, и партия закончилась. Ну, интересно, интересно, я считаю, ребят, мы вам показали партию. Интересные ресурсы находили соперники. Их абсолютно не волновало то, что происходит на доске. Их волновало, я считаю, это зрелищность шахмат. Шахматная радость, так называемая, креатив, творчество. И все это абсолютно в чистом виде, без каких-либо злых умыслов. В общем-то, порадовали. И вот Владиславу удалось понаблюдать эту партию вживую даже. Ну, я принимал сам участие в этом же фестивале. На тот момент тоже учился в РГСУ, как и Михаил Кровов, только на более младшем курсе. Ну, соответственно, Михаил узнаю лично. И, конечно, я думаю, ну, и по его словам, и партия, ну, не знаю. Она вроде победила в конкурсе лучшая партия месяца на ЧАСПРО. То есть, обогнала таких шахматистов, как Крамник, Ананд, ну, и всевозможные людьми чеканами мира. В том числе и молодой на тот момент Магнуд Карлсон. Да, ну, а на этом всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.